боя с диас германус начал санчоус обзор карт нового дополнения который у нас уже вот-вот выйдет название я не помню название но карты я кстати вообще не видел только знаю вот про звездолеты что это вы давайте посмотрим три класса сразу не буду ждать нечего ждать часть звездолета за 5 маны 43 при запуске призывает копию звездолёта что такое звездолёт условно это когда наше существо наше существо часть звездолёта 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 уничтожается его уничтожают топ на его месте появляется некая капсула наподобие области которую мы можем активировать за 5 маны за 5 маны интересная штука и то есть получается часть звездолёта при запуске призывает копию звездолёта то То есть мы ставим за 5 маны 4-3, а потом еще раз за 5 маны призываем 4-3-4-3. Сильно это или слабо, что скажете? Не знаю, мне кажется, это медленно или нет, смотря какая разбойница будет. Но для разбойницы это существо как-то не подходит. Хотя можно карту удешевить, заспамить, призвать, это все, поэтому... Такая нормальная легендарка, чертеж звездолета. Вы раскапываете часть звездолета другого класса. Это сильно-сильно за одну ману раскопка карты другого класса. Так, за 2 маны 3-2, у нас, кстати, новый класс, не новый класс, а новый тип существ. Корабель-староевщик, у божьего, вот это название, пристаметный грипп, вы получаете случайную часть звездолета другого класса. Why? Why нет? За 2 маны 3-2. Неплохо. Счастливая комета. За 2 маны вы раскапываете существо серии приемов. Следующая разыгранная вами существо серии приемов применяет эффект серии дважды. Это сильный эффект, это очень сильный эффект, сейчас проверю. Это очень сильный эффект, потому что серия приемов, сами понимаете, там невероятные бонусы. А здесь за 2 маны там и раскопали, призвали, и двойной эффект получили. Собиратели стройтов за 1 маны 2-1, 3-2, выключим ваша следующая карта серии приемов, будет стоить на 1 меньше. Прикольно, это причем аура действует до конца матча. Маневр бочка, это погоди, да, до конца матча. Наносит 5 единиц урона цели с полным здоровьем, стоит 1, если вы строите звездолет. То есть, если мы потратили, я так понимаю, 5 маны, то эта штука будет стоить 1. 5 единиц урона цели с полным здоровьем, можно и в лицо кинуть. Вай нет, долгад за 4 маны 4-4, существа противника с полным здоровьем получают удвоенный урон. Серия приемов вы кладете в руку удар в спину. Под раскрутку или под зачистку за 4 маны существо хз, странная легендарка, сомнительно, может быть, что-то с этим придумают, ну так, там, стол зачистить или нолик заиметь, чтобы потом раскрутиться серией приемов. Квазар. За 6 маны вы замешиваете карты из руки в колоду, уменьшает стоимость карт в колоде на 3. Подобное было у Варлока, не игралось. Как будет играться у Разбойницы, без понятия, потому что надо еще карты добрать после этого. Иридар тихо ступ. За 2 маны 1-3 демон, серия приемов и резонанс, получает 2 к атаке и маскировку. А за что? Погоди. То есть он в сумме может получить 4 к атаке и дважды маскировку, я так понимаю, да? То есть это 3-3 за 2, которые потом 5-3 становятся с маскировкой. Наверное, сильная карта, учитывая, что у нее серия приемов, плюс комбинация, раскрутка. Агрессивная карта, такая неприятная. Уязвимые точки, наносит ретенец урона за 3 маны. Существу уменьшает стоимость карт серии приемов у вас в руки на 1. Жесткая тема, можно подконтролить что-нибудь и удешевить свою руку. Дальше, ой, какое название сомнительное. В целом, по Разбойнику не могу сказать, что-то такое относительное. Карты не сильные, но вместе, наверное, могут заиграться. Но что-то делают через серию приемов. Что-то тут куча всего намешали, завязанного на серии приемов. Ну ладно, я ничего прям сильного не увидел. Но и не скажу, что карты слабые. Но они такие средние, средние, средненькие. Ну что-то можно придумать. Ну, серии приемов. Тут удешевление, раскопка. Может быть, опять будет как-то разбойница через... Чудо разбойница через миллиард карт за ход. Давайте дальше. Следующий класс охотник на демонов. Проникновение. За 3 маны выберите существо, наносит риднице урона всем другим существам. Хорошая штука. На свое существо накидываешь и зачаешь стол на 3 урона по всем. Хорошая карта на ДХ. За 3 маны выберете 2 карты. Если вы строите звездолет, они стоят на 2 маны меньше. То есть мы строим звездолет за 5 маны и берем 2 карты за 1. Хорошая штучка, хороший добор. У ДХ и так добора очень много. Осколочная турель. За 3 маны 2-4. Натиск низства ветра. Часть звездолета. Что такое часть звездолета? Обладает характеристиками и эффектами ваших уничтоженных частей звездолета. Щелкните, чтобы запустить. А, часть звездолета. То есть это тоже карта будет восстанавливаться. Да. Что мы за 5 маны будем иметь? Натиск низства ветра. Стоимость запуска 5 единиц маны. Ну, наверное, я так понимаю, да? Часть звездолета. Стоимость запуска 5 единиц маны. Она у нас будет снова 2-4 на столе. Ну, 2-4. Зато у нас бесконечное существо. Это бесконечные существа, я так понимаю. Ну, окей. Батарея скверна за 2 маны 2-3. После того, как это существо атакует, другие ваши существа получают плюс 1 к атаке. Атаки. Часть звездолета. То есть опять часть звездолета. То есть мы за 5 маны сможем вот это существо призвать? И оно будет давать всем существам плюс 1 к атаке? Да? Или как они? Или они объединяться будут? Обладает характеристиками и эффектами ваших уничтоженных частей звездолета. А-а-а! Ага. Уничтоженных частей. То есть она будет сразу иметь и натиск низства ветра, потому что вот эта штука будет. Я понял. Все. Звездолет. Ясно. То есть я правильно понимаю? То есть это у нас существо уничтожается. И вместо него появляется вот эта штука, на которую мы потом нажимаем. И у нас получается 2-3. У нас вот это сильное существо становится. Да? Звездолет такой типа. Понятно. Зловещее создание. Изгой. Резонанс. Вы перемешиваете карты в руке. Вы перемешиваете карты в руке. Что же вы перемешиваете? Вы перемешиваете карты в вашей руке. А зачем? А! Ну местами поменять. Мало ли надо. Изгой. Ну чтобы что-то поставить на изгой, наверное. Ну зато 1-3 на первый ход. Срочное собрание. Вы кладите в руку двух астронавтов 4-4. Между ними появляется случайный демон за 3 или меньше. Так. Ага. Какие-то демоны случайные. Призывает божественный щит. Ну это понятно. С этими эффектами стандартными. Призывает всю группу, находящуюся рядом со... Рядом астронавтов. То есть мы призываем это существо и рядом... И сразу появляется 4-4, если они рядом стоят. Да? Да? Я правильно понимаю? Появляет случайный демон за 3 или меньше. То есть мы разыграем элем... Демона за 3, а потом четвертый ход у нас 4-4 плюс 4-4 с эффектами, наверное. За 2 маны. Агрессивная вербовка. За 1 ману. Заклинание. Наносит 2 единицы урона. Вы получаете астронавты 4-4 с случайным эффектом. Ой, боже. Неплохо. Но если их можно призывать за 4 маны все, то это тогда имба. Вербовщик Воронеев. В конце вашего хода вы получаете астронавта 4-4... Ну понятно, на что намекаю. Чтобы мы играли через астронавтов. Дальше. Мятежный капитан. Натиск, боевое кличо. Замешивает вашу колоду всех восьмерых астронавтов. И при смерти Кри вы берете одного из них. Но его надо отдельно разыгрывать. Но если они разыгрываются, как я думаю, да? То есть сразу будут призываться все. Тогда это жестко. Ну такая средняя легендарка. Но эффект в перспективе достаточно сильный. Это не 2-2, это не 3-2, это не 3-3, это 4-4. Это хорошие статы. Так, хорошо. По ДХ что я могу сказать? Неплохо, наверное, да? В целом. Наверное, неплохо. В целом. В целом. А, еще одна легендарка осталась. Добавляет по звезде с обеих сторон в вашей руке. Когда они сталкиваются, наносят 5 единиц урона противникам. За 6 мана 5-5. Ага. Ну я уже вижу эту комбинацию. У нас куча астронавтов в руке. Потом мы вот эту штуку ставим. Потом мы выставляем астронавта. У нас весь стол 4-4 с случайным эффектом. И еще 5 единиц мы наносим всем противникам. Это не слабо. Не дурно. Не дурно. Ну, ДХ мне карты больше нравятся, чем у Разбойницы. Давайте дальше. Друид. Вечный скиталец Улу. Находясь в руке, каждый ход получает 2 случайных эффекта на выбор. То есть, яд перерождения. Провокация бабл. Провокация яд. Бабл яд. Ну такая странная легендарка. Похожа на обычную, ну эпическую карту максимум. Космический феномен. Призывает 3 элементарей, 2-3 с провокацией. Если ваша страна заполнена, ваше существо получает 1-1. То есть, они становятся 3-4, 3-4 за 5 маны. Ну нормально, прикольная тема тайной магии. Вот так можно обороняться. Но нам надо 4 существа иметь. Может и получится. Вы раскапываете существо за 10. 10 из прошлого, оно стоит 1. А, ну кайф за 8. Ну кайф, хорошая карта. Ну дорого, но десятки там разные бывают. Может и слабые попасться. Поэтому эта карта будет редко использоваться. Астральный бластер. Выберите эффект. Наносит видение с урона 2 случайным существам противника. Или отправляет 1 в спячку на 2 хода. Окей, карта такая, типа мини-зачистка. Либо против агрессии, либо против каких-то жирных, больших, толстых существ. Звездный пастбищник. Неуловимость, провокация, резонанс. Ваш герой получает 8 к атаке до конца хода и 8 к броне. Неуловимый, резонанс. То есть, один раз мы получаем этот эффект. Сильная карта. 8 к атаке, 8 к броне. То есть, какой дешевый спелл разыгрываем, получаем хороший эффект. То есть, 8-8, который дает 8 к атаке, 8 к броне. Раньше такая штука была за квесту у друида. Так, каранитовое откровение. Выберете карту, если это заклинание, оно стоит на 1 меньше. Нормальный такой мини-добор для друида. Маскировочное поле шатар. Маскировочное поле шатар. Неуловимость. Ваш первое заклинание на каждом ходу стоит на 1 меньше. Часть звездолета. О, хороший эффект, хорошая карта. Ее так просто не убрать, и она удешевляет тебе первое заклинание. Так, это у нас уже что-то другое пошло на дыха. Так, призывает 2 случайных существа за 2 восполняет... Призывает 2 случайных существа за 2 восполняет 2 маны. То есть, мы получаем 2 маны в сумме. Сильная карта. Ой, это... Ой, что-то страшное. Там уже какая-то черная дра. Так, экзахар, экзарх, атар. Боевой клич. Если вы строите звездолет, вы получаете 3 разных заклинания тайной магии, а их стоимость уменьшается на 2. То есть, мы тратим 5 маны, чтобы получить 3 разных заклинания тайной магии, и их стоимость уменьшится на 2. Ну, нормальный, хороший эффект. После того, как вы разыгрываете заклинание тайной магии, разыгрывает его повторно, целью выбирает случайно часть звездолета. То есть, итак, часть звездолета, это у нас будет потом за 5 маны призываться... Призываться существо 4-6, которое будет удешевлять заклинания, и давать нам... И еще давать ему даул-эффект. Ну, друид такой на тайной магии через заклинания будет. Рыцар смерти. О, потусторонний осьмищуп. Боевой клич уничтожает колода игроков, оставляя только 8 самых дорогих карт из каждой. Ну, если у нас какая-то определенная колода, нам это на руку. Хорошая легендарка. Эгзахар малодар. За 6 маны, 5-5. Дриней, следующая разыгранная вами на этом ходу карта, будет расходовать трупы анимановые. Сильный эффект, очень сильный эффект, можно сразу разыграть. На этом ходу тем более, ну да. Ну, может, у нас там 20 трупов, и мы можем очень дорогое существо выставить сразу. Или какой-то эффект другой, заклинание. Причем стоит 6. Есть. Можно и на 6 ход себе залутать много трупов. Тем более у нее однорунная нечестивость. За одну ману 1-3, после того, как перерождается другое ваше существо, призывает его копию. Имба очень сильная карта, за одну ману это сильный эффект. Если с предсмертным хрипом что-то. Можно вообще разыграть вот эту карту. Там плюс 2 до 1-4, которые дают перерождение. Здесь сильно. Не, погоди. То есть, у нас есть 1-4, которые дают перерождение существа с предсмертным хрипом. У нас есть существо с предсмертным хрипом. Ставим потом этого, оно бьется, оно разрушается, еще призывает звукопию. У меня просто комбинация с 3-2, которая замешивает две карты чумы в колоду противника. Носовая фигура. За 2 ману 3-2 резонанс активирует персмертный хрип вашего существа. Часть звездолета. Резонанс активирует персмертный хрип. Но это самый слабый звездолет, по-моему. Персмертный хрип, надо чтобы еще карта была на столе. А там карты до этого и так эффекты имели какие-то. Ну ладно, часть звездолета. Пробитый шлюз. За 6 маны призывает нежить 5-5 с провокацией. И дает вашему герою 5 к здоровью. Навсегда я так понимаю. Расходует 5 трупов, чтобы повторить эффект. Очень сильная штука. За 6 маны руна крови, руна нечестивости. То есть можно за 6 маны 5 трупов это мелочь. За 6 маны призывать 5-5-5-5 с провокацией. И дать еще 10 хп нашему герою. Круто. Провокация перерождения за 10 ман нечестивость. Персмертный хрип воскрешает другой ваш. Существует с персмертным хрипом 8-7. Это очень липкая, жирнющая, неприятная карта. Которую можно разыграть с новой легендаркой за 6. Дальше. Шпиль из души. Шпиль из души. Часть звездолета. Присмертный хрип призывает существо, стоимость которого равна атаке этого существа до 10. Призывает существо, стоимость которого равна... Но если ему атаку прокачать, то он будет сильных существ призывать. И его можно будет потом врезать. Да, и он будет за статами 5-4. Он будет призывать за 5 маны существо. Луна на орбите. За 1 мана 2 руны крови. Существо получает провокацию и похищение жизни. Также оно получает перерождение, если на этом году вы разыграли соседнюю карту. То есть, если эта карта у нас лежала в руке, и мы что-то рядом с ней разыграли. За 1 ману мы потом получаем сверхсильный эффект. Хорошая карта. Сильная. Будет играться 100%. Может быть, даже будет нерфить ее. Понерфит. Удушение за 4 маны уничтожает существо. Если вы строите заведолет, так же уничтожает случайную соседнюю цель. Дорого, да? Потому что надо 5 маны потратить на существо. Но зато 2 существа можем уничтожить вражеские за 4 маны. Дальше. Поглощающая гниль. Руна крови руны. Ну, так я понимаю, будет играть ДК через кровь и 2 руны нечестивости, возможно. Вы раскапываете существо за 3 с прессмертным крипом. И призвать его. Оно получает перерождение. Сильный эффект за 3 маны. На пересмертных рей плюс перерождение. ДХ очень хорошие, приятные, сильные карты. Больше нечего сказать. Воин. Нет, давайте воина на потом оставлю. Маг. Маг тоже на потом. Чернокнижник. Во, давай. Погищающий луч. Вы получаете случайного демона. Его стоимость уменьшается на 2. Можно разыграть многократно на этом ходу. Сильная карта. Очень сильная. Очень сильная. Дает тебе много ресурсов. За 3 маны 3-3. Резонанс. Погищает 2 единицы здоровья. И у случайного противника загнание тьмы не рассеивает этот резонанс. То есть мы можем просто воровать здоровье у вражеского героя. А прошлая карта у нас дает синергию. Выставляем эту штуку. Потом разыгрываем 3 раза вот эту штуку. И у противника забираем 6 единиц здоровья. А мы получаем навсегда. Хорошая легендарка. Сильная. Двигатели. Дешевые. Двигатели скверны. За 3 маны 2-3. Резонанс наносит 2 случайного существом противника урон равный атаке этого существа. Резонанс. Часть звездолета. Ну окей. Такая зачистка. Зачистка. За 3 маны 2-3. Похищение жизни. Часть звездолета. А. Ну вот. Тей комбинация. Вот эта штука будет получается 5-5. Которую будет постоянно хилить. Это очень жирно. Очень сильно. Камень здоровья. За 0 маны можно обменять. Восполняет вашему герою здоровье. В объеме урона полученного на этом ходу. Блин. Имба. Имба. За 3 маны. Дает существу 3-3. Если это демон. Ваш следующий демон стоит на 2 меньше. То есть это-то-то-то-то-то-то-то. Сильно. Очень тоже сильно агрессивно. Дурное знамение. Через 2 хода за 6 маны. Призывая 2 демона в 6-6 провокации. Если вы строите вздолет. То призывайте их немедленно. Но неплохо. Хотя построить вздолету же 5 маны. А как сделать? А как сделать? Как-то удешевить только если. А его же надо построить за 5 маны. Сложно. Так. Что там у нас еще осталось? Ой. Еще куча. Уничтожает всех существ кроме демонов. Имба. Если мы на демонах будем играть. 7-7 легендарка. Призывает всех демонов. Разыграть от вами в этом матче. Которых не было в вашей колоде в начале матча. Имба. Жесткая. Весь стол. Плюс зачистка. И еще какой-то элементальный. Можно было приписать демон. Демоны. Которых не было в вашей колоде в начале матча. Стоят на 1 меньше до конца матча. Ну. Понятно. С полом. Полом. Сломано. У чернокнижника очень сильная карта. Прям невероятно сильная. Сильная у него звездолет. Эффект с тьмой. Можно вообще все эти карты просто объединить в одну колоду. В нового какого-то чернокнижника. Ну. И давайте еще один класс на сегодня посмотрим. Пожалуй. Это будет Охотник. За 3 маны. Горм. Пожиратель миров. Спячка. 5 ходов. В конце вашего хода уничтожает существо справа. Чтобы ускорить пробуждение на 1 ход. Ну. Если мы хотим его в уран. Хорошо. Он стоит 3 маны. Можно его выставить. Не париться. У нас потом появится 12-12 через 5 ходов. Или раньше. В зависимости от того. Как мы захотим распорядиться этим существом. Сильная карта. Легендарка. Вполне себе. Да. Она не имеет никакого супер эффекта. Просто большие статы. Но зато задешево. Подробные записи. Вы раскапываете звери за 5 или больше. Он стоит на 2 меньше. Имба. Экономия. За 1 мана 1-2. Дриней. После того как вы раскапываете карту. Вы получаете ее копию. Имба. Встреча с пришельцами. За 5 маны. Призывает 2 зверей 2-5 с провокацией. Стоит на 1 меньше. За каждую карту раскопанную вами в этом матче. То есть за 0 буквально можем 2 существа 2-5 зверей поставить с провокацией. И сильно. Паралакс. Пушка. За 3 маны 2-3 получает 2 атаки. Если вы раскопали карту на этом ходу. Резонанс. Ваш герой неуязвим до конца хода. Вот так. Я так понимаю. Дефект только на ход. Ну 4-3 пушка с неуязвимостью разрешает. Экзахар на еле. Боевый клич. Для меня это ваша сила. Герой на вас лежит. Не вы раскапываете карту. Супер. Супер карта. Супер карта за 1. Просто добрать. Плюс еще синергия с раскопками. Лазерный обстрел. Наносит и стоит недорого. За 3 маны 3-4 дреней. Наносит 3-3 урона существа. Если вы строите звездолёт. Также наносит урон с соседним целям. Ну ладно. Окей. О. Часть звездолёта первая. После того как. Или была уже до этого. Была? Не была. Часть звездолёта. После того как противник разыгрывает существо. Атакует это существо. За 3 маны 2-6. Хорошие. Приятные статы. Дальше. За 2 маны 0-2. Пресмертный хрип. Призывает заверить 3-5 атакующего противника. С наименьшим здоровьем. Имба. Супер яйцо. Прям. Имба. В 3-5 за 2 маны. Пресмертный хрип. Наносит урон. Можно ещё как-то с комбиней засинергировать. Там. С прирождением. Может быть. Почему вы мне. За 2 маны 2-3. Часть звездолёта. Наносит урон. Равный атаке этого существа. Случайному противнику. Пресмертный хрип. Ну вот. Получается комбинация у нас. 2-6. Плюс 2-2. 4-8. 4-8. Который атакует противника. Потом умирает. И ещё наносит демоши врагу. И за 5 маны мы будем призывать 4-8. Который будет атаковать врага. И который будет ещё 4 демжа наносить по противнику. А может быть. Там и в сумме. Наверное. Да. То есть. В сумме статы будут складываться. То есть. Поставим ещё 1 звездолёт. Уже будет 4-12. Ещё 1 звездолёт. Ещё 2. То есть. Это будет 8-16. Очень сильно. Так что. Так вот. Такие вот сегодня карты. Мне в принципе понравились. Кроме разбойника. В целом. Разбойника. Как-то всё пассивно-депрессивно. Через серии приёмов. Ну вот. Дэха. Круто. Друид. Неплохо. Рыцар смерти. Классная. Чернокнижник. Имбова. И Охотник. Тоже такие. Нормальные карты. По сравнению с теми. Что были в прошлом дополнении. Намного сильнее. Так что так. Вот пишите. Что мыть. И всё. Бух.